Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот год, 2023, подходит к концу, и пока он не закончился, я хочу вспомнить одну важную дату. Это юбилей. Даже три круглых даты, связанных с одной пьесой, очень важной для истории театра, да и не только театр. А ты уверен, что это здесь? Что? Ну, нам ждать его здесь. Он сказал, около дерева. Ты где-нибудь еще видишь деревья? Иди. А это что за дерево? Не знаю. Пиво похоже. Да. А где листья? А оно, наверное, засохло. Не плачет больше. Или, может, не то время года. А по-моему, это кустарник. Куст? Нет, кустарник. Нет, куст. Кустарник. Ну, что ты, собственно, хочешь сказать? Что мы не на то место пришли? Нет, нет, он уже должен быть где-то здесь. Он не сказал наверняка, что придет. А если он сегодня не придет? Ну, мы придем завтра. Что и послезавтра? А и послезавтра. Что и послезавтра? Мы будем все время сюда приехать. Что мы будем? Фу, ты, я кто там? Ой, Гиди, а мы вчера уже принялись сюда? Ну, нет. Ты ошибаешься. А что мы делали вчера? Что мы делали вчера? Что мы делали вчера? По-моему, мы вчера уже здесь были. Ты что, узнаешь это место? Я этого не говорил. Тогда что же? Одно другому как-то не мешает. Все-таки, это дерево, это болото. А ты уверен, что это сегодня вечером? Что? Ну, он придет сюда сегодня вечером. Он сказал в субботу. Ага. Кажется. Как кажется. Как кажется. Я записал, я записал. Могу. Сейчас. Подожди. Подожди, смотри. Сейчас. Сейчас. Это невозможно. А что же делать-то? Гого, что же делать-то? Подожди, Гиди. А в какую субботу? И разве сегодня суббота? Эй! Эй! Гадо! Мы здесь! Пьеса «В ожидании Гадо» была написана на французском языке. Ее премьера состоялась в Париже 70 лет назад. В 1953 году в Театре Бабилон. А чуть позже Сэмюэл Бэккетт, ее автор, сам перевел пьесу на английский. И через два года состоялась премьера в Лондоне. После этого Гадо стали ждать на самых разных языках и на самых разных театральных площадках. Начав говорить об этой премьере 70-летней давности, одном из важнейших событий театра в 20 веке, можно двигаться несколькими путями. В отличие от героев самой пьесы Беккета, которые все время куда-то собираются, но при этом не двигаются с места. Нам можно двигаться тремя, как минимум, тремя самыми очевидными дорогами. Во-первых, можно говорить о Театре Абсурда. Это феномен, появившийся в послевоенной Франции. Первыми произведениями Театра Абсурда стали два дебюта. Их авторы прежде никогда не писали пьес. Это «Служанки» Жанна Жене, поставленная в 1947 году, и «Лысая певица» Жены Яонеско в 1950-м. Однако, несмотря на все внимание, которое привлекли тогда в 1950-е пьесы Яонеско, Беккета, Жене, Артура Адамова, Эдварда Олби и Гарольда Пинтера, сам термин «Театр Абсурда» появился позже. Только в 1961 году его придумал британский драматург и критик Мартин Эслин. А в книге, которая так и называлась, «Театр Абсурда», он писал, «Театр Абсурда стремится выразить свое ощущение бессмысленности человеческого состояния и неадекватности рационального подхода путем открытого отказа от дискурсивного мышления и рациональных методов познания». Один из лидеров абсурдистов, Артур Адамов, отвечал на это, впрочем, не вступая в прямую полемику. Адамов сказал, причина, по которой действия абсурдистских пьес происходит на ничьей земле и только с двумя персонажами, в первую очередь финансово. Так или иначе, драматурги, писавшие абсурдистские пьесы, были очевидно травмированы Второй мировой войной. Они не испытывали никакой эйфории по поводу ее окончания. Трагедия человеческого существования для них не сводилась к политическим, социальным или экономическим обстоятельствам. Человек обречен самим фактом собственного существования. Нонсенс – не грамматическая или смысловая аномалия, а самое естественное состояние коммуникации. Социальная амнезия – норма. А ты когда-нибудь читал Библию? Библию? Да. Я просматривал когда-то. Помнишь Евангелие? Я помню карты Святой Земли. И цветные они были. Очень красивые. Мертвое море было бледно-голубым. Смотришь, и пить хочется. Вот куда мы поедем, говорил я себе. Вот куда мы поедем, в наш медовый месяц. Мы будем купаться. Мы будем счастливы. Я предпоятен быть. Я и был. Вторая дорога, по которой можно пойти в нашем рассказе – это разговор о фигуре автора Гаддо. Самюэл Беккет. Лауреат Нобелевской премии. Участник французского сопротивления. Профессиональный игрок в крикет. Несостоявшийся ученик Сергея Эйзенштейна. Его называют ирландским писателем. Сам он не любил это определение, хотя оставался гражданином Ирландии до конца своих дней. При этом большую часть жизни провела Франция. В какой-то момент он стал писать только на французском. И на вопрос «почему?» ответил «потому что легче писать без стиля». Этой фразой он указывал на чужеродность любого языка, на осознанную необходимость отказаться от остроумия, игры слов и тех представлений о художественном мастерстве, которые к тому моменту ассоциировались с его старшим другом, еще одним ирландским писателем, жившим не в Ирландии, Джеймсом Джойсом. Вместо всего этого Беккет стремился к честности дословного изложения, той простоте, которая свойственна изучающим иностранный язык. Позже, гораздо позже, когда Беккет стал франкоязычным властителем дум, то он, в свою очередь, отказался от приобретенного мастерства в новом языке и вернулся к английскому. О личности Беккета очень трудно говорить. Он был закрыт, не любил публичности, редко давал интервью и совсем редко говорил о своих творческих принципах. Он сделал одно главное исключение для американского режиссера Алана Шнайдера. Шнайдер, воженец Харькова, при рождении его звали Абрам Леонидович, он был главным постановщиком Беккета на американской сцене. Первым поставил все пять пьес Беккета в США, а в 61-м году сделал знаменитый телеспектакль, где Владимир и Старгона играли два великих американских актера. Бёрджа Смеридит и Зера Мостель. Шнайдер был режиссером единственного фильма, которому Беккет написал сценарий. Фильм так называется. Фильм, он снят в 64-м году, и в нем главную роль сыграл еще один великий актер, но уже в самом конце своей карьеры – это Бастер Киттон. Так вот, Алан Шнайдер был единственным человеком, с которым Беккет последовательно делился секретами своих замыслов и концепций. Они встречались, они много разговаривали, они созванивались, но самое главное – они переписывались. Их корреспонденция насчитывает около 500 писем. Она началась 14 декабря 1955 года и закончилась 2 марта 1984, практически 30 лет. Мы знаем точную дату окончания этой переписки, потому что она закончилась вполне в соответствии с правилами театра абсурда. И предсказуемо, и иррационально. 2 марта 1984 года в Лондоне Шнайдер пошел к почтовому ящику, чтобы отправить письмо Беккету в Париж. Он опустил письмо и на обратном пути в гостиницу, переходя улицу, забыв о британском левостороннем движении, привычно посмотрел налево. Он был немедленно сбит мотоциклом и тут же погиб. Беккет пережил своего конфидента и соратника на пять лет. Вспеть? Да вы что? Он же у меня немой. Немой? Ну да, абсолютно, он даже стонать не может. Немой? Но с каких пор? Слушайте, как вы мне надоели с вашим приставанием со временем. Когда, когда, в какой-то момент вам этого мало? В какой-то момент у него отнялся язык. В какой-то момент я слег. В какой-то момент мы все... Огонь! Случится в один момент, в одну секунду, в одну минуту смерти рождения! В одну секунду мы рождаемся и в эту же секунду умирать! Вам этого мало! Наверное, если все же идти по этому второму пути, говорить о Беккете, то лучше вести речь не о его жизни, а все-таки о текстах. Например, так, как это делает в своей лекции филолог Армен Захарян, ведущий YouTube-канала Армена Федора. Захарян начинает говорить о биографии писателя, но очень быстро переходит к анализу в ожидании Гадо. В рамках своей недолгой и бесславной карьеры преподавателя литературы Беккет так говорил студентам о Бальзаке. Последовательность и логичность – это черты хлороморфного мира Бальзака, герои которого действуют как механические нарезки под наркозом, ибо автор уверен, что они окажутся ровно в том месте, куда он их поставит. Беккет не такой. Он, если хотите, анти-бальзак, поскольку его проза аккуратно избавляется от этих двух прегрешений – последовательности и логичности. Смотрите, что он проделывает. Классическое линейное построение драмы, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он заменяет на замкнутую кольцевую композицию. Если сюжет – это мост между началом и концом, то Беккет сжигает мосты. Потому что в его пьесе начало неотличимо от конца. Те же герои на том же месте и в том же статусе. Ни перемены, ни потери, ни обретения. Сюжет Беккета – это не мост, соединяющий два берега. Это колесо обозрения, которое стоит посреди пустыни. Я горячо рекомендую послушать лекцию Захарена, которая называется «Только очень жди». И ссылку можно найти в описании этого эпизода. Так что давайте мы пойдем третьим пыльом. Хотя, конечно, возможно, еще четвертый, пятый, множество других. Мы поговорим о постановках в ожидании года. И те две другие юбилейные даты, о которых я уже сказал, связаны именно с ними. Пьесу Беккета ставили очень много и очень по-разному. Ведь очень по-разному можно интерпретировать саму идею ожидания. Можно очень по-разному работать с представлением об абсурдности человеческого существования. Марти Неслин, о котором я только что говорил, начинает свою книгу «Театр абсурда» с введения, которая называется «Абсурдность абсурда». И с первого же абзаца речь идет о постановке году, которая была показана в ноябре 1957 года в калифорнийской тюрьме Сан-Квентен. Сама эта ситуация, когда заключенные искренне с пониманием восприняли пьесу Беккета, должна была иллюстрировать тезис Эслина об абсурдности абсурда и его важности. У постановок в ожидании году в тюрьмах большая история. Ведь для людей, находящихся в заключении, естественно, думать об абсурдности того, как устроен мир. Мир внутри тюремных стен, мир за их пределами. И самая первая постановка году в тюрьме состоялась уже в том же самом 1953 году в Германии. Один из заключенных тюрьмы Лютеренхаузен недалеко от Дюссельдорфа в западной части Германии получил французское издание пьесы по почте, сам перевел его на немецкий и добился от тюремного начальства разрешения сыграть спектакль. Эта премьера состоялась 29 ноября 1953 года, и это вторая юбилейная дата, которую мы вспоминаем сегодня. Через некоторое время после премьеры автор перевода и инициатор постановки, к сожалению, не зная имя этого человека, написал Беккету. Сэмюэл Беккет был очень тронут этим письмом и собирался приехать в Лютеренхаузен, но у него не получилось. Однако он поддерживал отношения и помогал с участниками другой тюремной постановки. В 1957 году театральная группа из Сан-Франциско, она называлась Actors Workshop, сыграла в ожидании году в старейшей тюрьме Калифорнии, Сан-Квентен. Больше тысячи заключенных посмотрели спектакль и после этого создали свою собственную театральную группу, которая играла, в том числе, конечно, и в ожидании году. Беккет переписывался и присылал деньги одному из исполнителей роли Владимира – Рику Клачи. Клачи был осужден за вооруженное ограбление, вышел из тюрьмы раньше Сорока за хорошее поведение и начал театральную карьеру. Когда Беккет сам ставил в ожидании году в Берлине в Шиллертеатре в 1975 году, Клачи – Быловой системе. А еще через 10 лет шведский режиссер Ян Йонсон, работая над проектом социальной реабилитации заключенных, поставил с ними годов самой большой тюрьмы Швеции, тюрьмы строгого режима Кубла. При поддержке администрации тюрьмы заключенного разрешили показать пьесу в нескольких театрах по всей Швеции. Первый показ в Стокгольме прошел на ура. Однако на втором запланированном представлении в Гетебурге пятеро из шести заключенных сбежали. Спектакль не состоялся. Йонсон был вынужден выйти на сцену и прочитал зрителям монолог, в котором рассказал о творчестве Беккета и о своем собственном опыте работы с заключенными. Сбежавшие заключенные позвонили Йонсону через несколько дней. Они добрались до Испании. Но после недолгих каникул на Средиземном море они вернулись в Швецию и отбыли срок до конца. Йонсон рассказал об этой истории Беккету и драматург был в восторге. Более того, он посоветовал шведскому режиссеру поработать с заключенными той самой калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин. И Йонсон это сделал немного позже, в 88-м году. Что я скажу о сегодняшнем дне завтра, когда мне будет казаться, что я уже проснулся? Что мы с моим другом Эстрагоном ждали здесь Гадо? Что Потсо проходил здесь со своим носильщиком? Что он разговаривал с нами? Несомненно. Но что во всем это будет правдой? Вот и сейчас кто-то другой смотрит на меня и думает. Он спит. Он не знает. Пусть себе спит. Я не могу больше. Что это такое говорил? Сэмюэл Беккетт умер в 89-м году. Году больших перемен. Когда мир, созданный после Второй мировой, начал стремительно меняться. Обстоятельства этих перемен иногда были чудовищны. Часто задавали мне и другой вопрос. Кто пойдет смотреть в ожидании Гадо? Да те же, кто пошел бы смотреть в ожидании Гадо, если б не было осады. При виде картин разгромленного города трудно представить себе, что прежде Сараево был оживленной и привлекательной провинциальной столицей по уровню культурной жизни и сравнимой с другими старыми средних размеров городами Европы. Это относится и к театральной публике. Как и в остальной Центральной Европе, театр в Сараеве был преимущественно репертуарным. Исполнялись шедевры прошлого и наиболее знаменитые пьесы XX века. Как талантливые артисты остались в Сараеве, так осталась и культурная публика. Разница только в том, что и актеров, и зрителей по дороге в театр и из театра может убить или изувечить пулю снайпера или мина. Впрочем, это случается с людьми и в гостиных, и в спальнях, и во время сна, и по дороге из кухни, и когда они выходят из подъезда. Это фрагмент из СС Юзенсонтак «Ожидание году в Сараево». Сараево, столица Буснии и Герцеговины, находилась в осаде 3 года, 10 месяцев, 3 недели и 3 дня. Намного больше, чем, например, блокада Ленинграда. Эта осада продолжалась с 5 апреля 1992 по 29 февраля 1996. За это время погибло почти 15 тысяч человек. Сначала Сараево осаждала Югославская народная армия, потом армия Республики Сербской. И сербские снайперы, артиллерия расположились на горах вокруг босинской столицы, откуда ее обстреливали. В городе не было электричества и воды. Все дороги были отрезаны, но работал аэропорт. По воздуху миротворцы ООН доставляли продукты, медикаменты и воду. Сараевцы продолжали гибнуть от пуль снайперов и снарядов, но страны НАТО не спешили вмешиваться. Сьюзенсонтак, которая тогда была в зените своей славы, первый раз приехала в Сараево в апреле 1993 года в составе международной писательской делегации. Она была потрясена увиденным в полуразрушенном городе и решила приехать еще раз, вернуться. Как она позже написала, но я не могла приехать еще раз только в качестве свидетеля. Если вернуться, то для того, чтобы что-то сделать. Она решила поставить спектакль. Она выбрала кресу Саммерла Беккета в ожидании года. В Сараево не было электричества. Соответственно, не было ни кино, ни телевидение. Но два театра, пусть не регулярно, но работали. Спектакли играли при свечах. И всего за время осады боснийской столицы эти два театра, Камерный и Молодежный, дали около 50 спектаклей. Сонтак ставила Беккета в Молодежном, и формально ее постановка была частью фестиваля МЭС, старейшего театрального фестиваля бывшей Югославии. Строго говоря, в ожидании года постановки Сонтак был единственным спектаклем этого фестиваля в 1993 году. Ну, нужно сказать, что Сонтак, конечно, не была режиссером, но у нее был небольшой предыдущий опыт режиссерской работы. И, конечно, она, как никто другой, могла видеть все нюансы текста, что мы очень хорошо знаем про ее эссе и критики. Несколько недель летом 1993 года голодные актеры репетировали при свечах и обессиленно ложились на пол во время пауз. Несмотря на эти условия, многие актеры рассматривали свое участие в спектакле как совершенно необходимую стратегию выживания. Позже Инна Сфанкович, актриса, которая играла поцца, сказала в интервью, «Актерская игра – это своего рода терапия для меня. Если бы я не работала почти каждый день, мне было бы очень трудно пережить эту войну. Обстояла и смерть многих друзей до сих пор потрясает меня, но актерская игра помогает мне забыться». Премьера в ожидании к году состоялась 17 августа 1993 года. Это третья дата, которую мы вспоминаем сегодня. Спектакль был показан днем. Вечером передвигаться по городу было опаснее. Роли Эстрагона и Владимира исполнили не одна, а три пары исполнителей – мужчин и женщин. Это позволило и усилить абсурдность драмы, и, конечно, дало возможность занять больше местных актеров. «Сонтак» видела несколько постановок в ожидании года, в том числе ту самую берлинскую, которую сделал сам Беккет. И, конечно, ее спектакль был совсем другим. Она полностью отказалась от второго акта, в котором повторяется то же действие, или отсутствие действия с еще более выраженным чувством безнадежности. Она писала. «Возможно, я чувствовала, что отчаяние первого акта было достаточным для сараевской публики. Я хотела избавить ее от второго раза, когда году не придет. Возможно, я подсознательно хотела предложить, что второй акт может быть другим». Ну, как будто вторая дискуссия Мартина Эслина и Аратура Адамова сараевские актеры, участники спектакля, позже говорили, что второго акта не было, просто потому, что у них не было сил и времени репетировать дальше. Итак, премьера август 1993 года. Сцена была освещена свечами и фонарями. В переполненном зале сидела и обычная сараевская театральная публика, и те, кто появился в городе во время войны. Миротворцы ООН, солдаты боснийской армии в военной форме, также министры боснийского правительства и несколько францисканских монахов в коричневых ариасах. Во время спектакля были слышны взрывы. Спектакль, который видели только в Сараево, стал известен в Сумею. Конечно, сараевская постановка году ничего не изменила в ходе войны, но она вернула жителям осажденного города чувства собственной значимости. И на какое-то время театр абсурда победил политику абсурда. С другой стороны, в пьесе Беккета году так и не приходит Владимир Астрагуна. Страны НАТО все-таки пришли в какой-то момент на помощь Боснии. Но абсурд в искусстве и абсурд в политике остаются густо перемешанными. Сегодня имя Сьюзен Зонтак носит площадь возле Сараевского театра. Но это не тот театр, где американская писательница поставила пьесу Беккета. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Фрагмент СС Юзен Зонтак читала Полина Филиппова. И я хочу сказать большое спасибо театроведам Ольге Федяниной и Анастасии Арифьевой за те советы, которые они мне дали, когда я работал над этим эпизодом. До встречи через неделю. Мистер... Мистер Albert? Оф мне вз compassion��. Д вы неMBLYetесь мне? Нет, ну, seu. что было не�� hypothesом поступать lunar? Нет, ну, со второй. Это вашу первое benchmarks? Да, с чем. Вы ﷺ если хотите�� Союз в転кий отдельный миссия? Да, с чем. Он не придет сюда? Нет, ну, среда. But he'll come tomorrow. Yes, sir.